Память смерти Память смерть должна присутствовать всегда, то есть в человеке, то есть он постоянно ходит, живет там, все делает, а память смерть, она присутствует. А не будет ли это как бы, вот человек вдруг будет впадать в пессимизм, я все равно умру, я все равно же ничего, ну что я здесь вот на это, как я могу вот исправиться, если я знаю, что вот ни сегодня, ни завтра меня не будет. Вот не будет ли это таким пессимизмом, такой пессимистической нотой? Человек, который верит в вечность, память о смерти мобилизует все свои духовные и душевные силы для того, чтобы приготовиться к этому великому событию, экзамену всей своей жизни. Сама по себе память смертная страшна для нашего ветхого страстного человека. Сама мысль о смерти для него как бы неприемлема, и он хочет вытеснить его из сознания. Поэтому вначале нужно определенное усилие воли. Святые отцы говорили о том, что память о смерти страшна вначале, а затем память о смерти, отрывая нас от обыденной суеты, от плена страстей, дает внутреннюю свободу и радость. Один из отцов говорит, я люблю память о смерти, так как люди любят своих невест. Я готов все время беседовать с ней, как она прекрасна, как она целомудрена, как она избавляет душу человека от всякого пленения и лжи этой жизни. Для человека неверующего память о смерти означает конец стеку, разрушение всех надежд. Для человека верующего память о смерти – это переход из одного состояния в другое, из телесно-духовного в духовное, из худшего в лучшего. То есть смерть – это осуществление цели его жизни, начало вечного богообщения. Обратите внимание, что когда страсть обладевает нашим сердцем, то мы забываем о смерти. Память о смерти и страсть не уживаются друг с другом. Поэтому память о смерти – это память о великом факте, избежать которого никто не может. Память о смерти – это не уход от жизни, а осмысленность жизни. Это новая позиция, когда как с перспективы вечности мы смотрим на нашу земную жизнь. – Подскажите, как начинать, как стяжать эту память смертную? – А память о смерти? – Да. Как мучиться? – Примудрый Солон говорит о том, что лучше ходить в дом плача, чем в дом веселья. Посещайте больницы, особенно когда там наши близкие или родные. Присутствуете при охранах и вспоминайте, что будет, настанет тот день, когда в гробу будут лежать не этот мертвец, а мы. Посещайте кладбище, размышляйте о этом великом часе, пробуйте, увидите следы смерти в природе, не только в человеческом обществе. Все подвержено, все во власти времени, все подвержено разрушению. И конец всего видимого – это смерть и обращение в ничто. Святые отцы говорят о том, что нужно просить Бога дать память о смерти. Память о смерти – это туже дар благодати Божией. Память о смерти отрезвляет человека, объединенного суетой этого мира. Один философ сказал, демон предлагает нам блуд, ангел предлагает противоядие от блуда, память о смерти. Иногда святые отцы под словом блуд подразумевали вообще ту страсть, которую обладевает человеком. Блуд – это значит потеря правильного пути. Хочешь-ка еще вопрос нужен. Вот многословие и пустословие. Как христианину избежать от этого греха, от того распространенного? От кого греха простите? Многословие и пустословие. Действительно, многословие и пустословие отнимают время и духовную энергию. Оно опустошает нас. Я приведу такой пример. Когда человеку неуютно и скучно в своем доме, квартире, грязь и пыль, он думает, где бы повезти время на улице или пойти в гости, только бы не остаться самому в собственной квартире. А эта неубранная квартира – наше сердце и наша душа. Если мы очистим ее от греха, то захочется нам побыть наедине с самим собой, с своей собственной душой. Вот мы, чтобы заполнить чем-нибудь внутренний вакуум, проводим время в многословии, пустых беседах. А если мы начнем заниматься молитвой, протом молитвы, покаяния, то постепенно очистится наше сердце. И мы увидим в своем сердце как бы новый для нас прекрасный мир. Когда благодать касается человеческого сердца, то ум соединяется с сердцем. По выражению одного богослова, тогда сердце зовет само к себе ум, как невеста своего жениха. И здесь нужна борьба за свое сердце. Страсти, как псы, лежат у двери нашей души. И эта дверь закрыта для нас. Мы не знаем, что там, только какая-то темнота и мрак. Но когда благодать озарит человеческую душу, то он увидит, что его собственная душа – это преддверие небесного царствия. И тогда он поймет радость, молчание и красоту безмолвия. А что питает чувство благоголения к Богу? А и что уничтожает? Это чувство к святыне и к Богу. Благоголение чувства. Чувство благоголения к Богу. Во-первых, размышления о промысле Божьем, который проявлялся в нашей жизни. Вся наша жизнь, как бы соткана из чудес, которые мы часто не понимаем, не обращаем внимания и считаем это случайностью или обыденностью. Благоголение, размышления о промысле Божьем, о всём мире, о свойствах Божьих. Здесь помогает богословие. Но богословие говорит о свойствах Божьих абстрактно. А человеку нужно внутренне пережить их. Богословие говорит о всемогуществе Божьем, о Его любви, о Христе, как спасителе мира. Но человек должен почувствовать это в мистическом переживании. Часто наша молитва становится для нас привычной, механической. И вот здесь мы теряем благоговение к святыне. Сама святыня представляется для нас чем-то очень знакомым. Как будто смешивается священное с несвященным. Что нам нужно сделать? Нужно помнить, что святыня неисчерпаема. Молитва, которая, казалось бы, знакома нам, которую мы знаем наизусть и повторяем много раз, эта молитва имеет под собой неисчерпаемую глубину. И если мы будем молиться внимательно, то каждый раз эта молитва представится нам в новом свете. Каждый раз мы найдем в ней новые переживания, новые глубины, новые озарения. Поэтому, когда вы молитесь, молитесь так, как будто эту молитву вы читаете в первый раз. Когда вы входите в храм, входите так, как будто вы входите в храм первый раз в своей жизни. чтобы не создавалось какой-то привычки, когда человек начинает молиться, посещать храм, как будто заводит какой-то механизм. А его мысль и сердце в это время отсутствует. Здесь опять нужна сила воли. Внимательно молиться трудно. Святые отцы говорят, внимательная молитва это подвиг, подобный подвигу мученического. Но за этот подвиг человек получает уже великое утешение и радость здесь, на земле. Батюшка, вы пишете, что украшение иллюзий в мирской жизни есть урок, который человек постоянно получает и удивительно быстро забывает. Что делать человеку, который разочаровался в духовной и церковной жизни? Как оживить то состояние радостной встречи с Богом, которое бывает в начале пути, когда благодать приводит человека в церковь? В начале благодать носит человека как мать ребенка на своих руках. Господь дает человеку увидеть то, что будет в конце его жизни, если он исполнит заповеди Евангелия, если он совершит христианский подвиг на земле. Но затем, но если мать все время будет держать ребенка на руках, то ребенок не научится ходить. И поэтому благодать промыслительно оставляет человека для того, чтобы включилось здесь поле самого человека, его труд. Вот представьте, что отец показал сыну наследие, которое он приготовил для него. И затем сказал, «Я не могу тебе дать сейчас эти сокровища. Ты не оценишь их, а расточишь. Ты не сможешь употребить их во благо. Иди работай, трудись. А когда я увижу, что ты стал способен распорядиться ими, тогда я сам свое время дам их тебе». Вот и Господь показал нам красоту благодати, показал нам эту радость, а теперь сказал, иди и трудись. Трудись для того, чтобы в сердце твоем, в душе твоем было бы место для этой благодати. Я показал тебе благодать, а теперь трудись, чтобы ты усвоил ее. Благодать касается сердца человека, легко ему, радостно и видит ум, образно говоря, свою душу, как бы украшенную дивными цветами. А затем Господь говорит, «Теперь трудись, очищай от сорняка и колючих сад своей души». Поэтому видимое оставление благодати, чувство окаменения сердца и холодности – это тоже духовный опыт. здесь человек должен показать свое терпение, свою любовь и свою преданность Богу. И тогда благодать вернется к Нему в большей степени, чем было дано ему раньше. мы всегда говорим положиться на промысел Божий. Вот такая фраза, она всегда промысел Божий. Но вот есть такие моменты в промысле Божьем. Знаменитую притчу всегда цитируют и пишут о том, что Антоний Великий попрошал Господа Господи. Вот один умирает молодым, такой один благостный, а он вдруг оказался раннюю смерть принял. А другой подлец и мерзавец живет долго и долго. И вот Антонио Реликуму, как пишут обычно, явился Господь и сказал, Антонио, то пути Божьи тебе знать это не полезно, а вот до какой степени нам полезно знать пути Божьи. Промысл Божий это промысл премудрый и полного и для каждого человека Бог дает лучшее, Бог дает то, что он может вместить. А для христианина каждый час его жизни может быть временем спасения. Промысл Божий дает нам испытания, но точно кажется нам неудачи, несчастья. Потом по прошествии времени представляется нам уже в другом виде. Мы сами понимаем, что мы должны были пройти это испытание, должны были получить и освоить урок. Здесь на земле не полнота жизни, а только преддверие истинной жизни. И поэтому Господь дает и утешение, и труды, и скорби, как для растений нужно и солнечный свет, и ветер, и дождь. Отец Архаилов, вот Вы говорили, что святые отцы уподобливают потерю человеком правильного пути в луду. И в связи с этим такой вопрос. Человек создан со свободной волей, и Господь не ограничивает свободную волю человека, он хочет, чтобы воля человека совпала с его волей. Вот как человеку услышать волю Божию, как руководствоваться и в своей жизни? Вот такой вопрос. Волю Божию дана в евангельских заповедях. Евангельские заповеди вечны и совершенны. Поэтому, для того, чтобы узнать волю Божию, надо обратиться к Священному Писанию. Антоний Великий говорит, что бы ты ни дел имей, свидетельство в Священном Писании. У нас есть еще внутренняя книга. Это книга нашей совести. Нам нужно уметь читать эту книгу, очищать свою совесть. Чем больше мы будем исполнять волю Божию и ангельские заповеди, тем более просветливее длиться наша совесть, тем громче ясня будет ее голос. И напротив, когда мы идем против своей совести, то ее голос превращается в чуть слышный шепот, а затем замолкает. Чтобы узнать волю Божию, нужно бороться со своими страстями, которые всегда против стоят воле Божией. Чтобы узнать волю Божию, хорошо спросить о каком-нибудь конкретном деле своего духовного отца. А что если нет духовного отца? я скажу спросите у любого священника после литургии, когда он прочистится святых ханей. Литургические молитвы и причастия дают священнику особые силы, просветляют его. Если вы спросите в этом состоянии священника, то я думаю, что он даст по благодати Божией нужный ответ. Как еще узнать волю Божию? Воля дьявола не дает душе человека мир и покой. Она может дать какое-то чувство возбуждения, похожее на вдохновение, чувство какой-то мудрой радости и восторга, но глубокого покоя не может. Поэтому, когда вы примете решение, посмотрите, что в вашем сердце. Если в вашем сердце будет глубокий мир и покой, как будто какая-то тяжесть свалилась с вашей души, когда замолкнут помыслы, которые как буря колеблят ум и сердце, когда наступит вот эта тишина, тоже свидетельство, что ваше решение было принято по воле Бога, тогда уходят сомнения и уходят противоборствующие мысли. Только для этого нужно уже иметь некий духовный мир. Без покаяния невозможно безвизнение грехов. Без покаяния нет духовной жизни. Однако мирские люди, как правило, не замечают за собой самых грубых грехов. Что необходимо делать для того, чтобы человек начал просыпаться от греховного сна? Есть предваряющая благодать. каждый из нас в своей жизни испытывал переживания. Когда благодать касалась человеческого сердца, открывала ему другой мир, звала его в духовной жизни, показывала ему красоту вечную. А здесь человек может послушаться благодать, может отвернуть ее, может остаться равнодушным или сказать, да, все это очень хорошо, но сначала я сделаю свои дела, а потом уже займусь духовной жизнью. Вот очень важно не пропустить первые действия благодати. тогда душа, когда как будто бы в сердце человека нисходит некий огонь, и душа его становится мягкой как воск, из которой можно, этот воск может принять легко нужную форму. А если человек сразу же не начнет духовной жизни, то благодать отходит. Этот теплотан остывает. Если можно было сравнить душу с горячим воском, то теперь этот воск холодный, который только лишь ломается и крошится в руках. Благодать открывает человеку его грехи. Святые отцы говорят, это первый дар благодати. Если можно было сравнить душу с горячим воском, то теперь этот воск холодный, который только лишь ломается и крошится в руках. Благодать открывает человеку его грехи. Святые отцы говорят, это первый дар богодати. мирские люди не каятся в грехах. Некоторые вообще говорят, что они не совершили никаких грехов, потому что для них закрыта их собственная душа. Один из святых говорит, если человек зайдет в подземелье, где нет света, то он не видит грязь, которая находится там. Путин не увидит просмыкающихся, которые ползают по углу, потому что там нет света. А если проникнет света, то он увидит не только лишь грязь, но увидит даже пылинки в луче проникшего солнца. Так и люди, которые не боятся, они забыли о своей душе, они не чувствуют тяготы и боли греха. А когда благодать коснется их, то они увидят себя как бы покрытыми язвами. Святые отцы считали себя последними грешниками. Они плакали всю жизнь о грехах, хотя их называли земными ангелами, потому что благодать давала им глубокое самопознание, и они видели первородный грех, как бы страшное чудовище, которое лежало на дне их души. не ни один человек не изъял от того, той страшной болезни, которая называется грехом. И в этом отношении вера есть исцеление, но полное исцеление дает только лишь благодать Божие, которое венчает жизнь человека. И святые отцы чувствовали эту тиранию и натиск греха, и поэтому они оплакивали в самом себе все падшее человечество. Но уже искоренить грехи, победить полностью здесь на земле никто не мог, кроме Пресвятой Богородицы, которой названо Пресвятой Благословенной. Остальные святые находились в жестокой борьбе с грехом и темно. И только Благодать Божия восполняла недостающие и оканчивала не сделанного. Поэтому и для святых вечное спасение было тоже даром Божьим. Иногда и в художественной литературе описывается, как страдают люди, как страдает личность, как мучаются. Скажите, пожалуйста, чем отличается подлинное страдание от ложного страдания? В чем разница? И как это связано с червовгодием? Мирская литература чаще всего описывает нам страдания от неудовлетворенных страстей, от конфликтов с окружающими, от драматической обстановки, которой находится человек. Но она забывает о самом главном. Великая трагедия и самое жуткое страдание – это потеря Бога. Для святых отцов трагизм жизни был прежде всего в том, что люди проходили равнодушно мимо жертвы, которые принес за них Сын Божий. Мирская литература в сущности говоря, в большинстве своем культивирует человеческие страсти, человеческие эмоции, иногда возвышенные, но почти всегда связанные с чувственностью. Святые отцы по-разному оценивали горе и счастье. Для них самым большим горем был грех, самым большим счастьем было Бога общения. Мирская литература даже в своих самых высоких взлетах душевно творение святых отцов духовно. Отец Арфаил, тогда продолжение этой темы. Как не дать душевному в себе возобладать над духовным? И как иногда в духовной жизни бывают переживания душевные довольные? То есть как не смешать эти две жизни, скажем так, душевные и духовные? Вы задали очень важный вопрос, потому что теперь происходит именно смешение духовного с душевным, когда душевное буквально оккупирует область духовного. Обратимся к христианской антропологии. Человеческая личность, человеческое я – это соединение двух началов – души и тела. И самой души есть два аспекта. Это дух обращенный к вечности и к Богу и те силы души, которые обращены к земле. Обычно у нас духовные силы находятся в неком спящем дремотном состоянии, поскольку мы живем под импульсом своих страстей. Что представляет из себя силы духа? И что представляет из себя силы души? Первая сила духа – это особый вид познания, врожденного познания, непосредственного познания, способности к созерцанию, тому, что святые отцы называли виденьем. Ум не рассуждает, он видит. Этот духовный ум также назван внутренним логосом, который один и тот же у людей всех эпох и народом. С внутренним логосом соединены духовные интуиции. Эта способность, этот духовный ум также назван внутренним логосом, который один и тот же у людей всех эпох и народов. С внутренним логосом соединены духовные интуиции. Это способность человека проникновению в высший бетафизический мир и осознанием себя как частицей этого мира. Вторая духовная способность – это особое духовное чувство, способность пережить общение с Богом Богом из невидимого мира, способным почувствовать эту великую и недоступную для наших чувств, интересных чувств, реальному. Вот здесь можно говорить о мистических откровениях, о особых состояниях, которые были святые. образно говоря, духовный ум – это свет, а духовное чувство – это тепло, и одно, и другое оживотворяет человека. И наконец, третья сила души – духа – это внимание, способность как сосредоточения, способность возвести око, сердце к Богу. Некоторые из богословов говорили о том, что душа, обращенная к Богу, – это огонь, а душа, обращенная к земле, – это остывшая, окаменевшая душа. Но нельзя в то же время говорить, что то, что обращено к земле, то уже плохо само по себе. это не так. В противном случае, человек вообще не мог бы существовать, жить на земле, приспособиться к земной жизни. Здесь говорит о том, что каждому свое. Какие силы имеет душа? В древней антропологии различаются три силы. Мысленная силы. Это еще называется логиком. Это наш рассудок. Это наш разум, способный логизированию, построению планов, способный к различным суждениям, оценкам и так далее. Способность к воображению, к фантазии, к представлениям. затем вторая желательная сила. Это эмоциональная сила. Сила чувств, сила переживания. И вот эта эмоциональная сила больше всего подвержена греху и потерь. Она ум наш, стал грубым. Ум наш как бы ползает по земле в сети своих собственных суждений. А эмоциональная сфера нашей души подвержена страстям. страсти это болезнь чувств. Третья сила души аналогичное вниманию это воля. Наша воля слаба, наша воля колебрется, наша воля неустойчива. И вот здесь, когда путем молитвы, покаяния пробуждаются силы духа, то они действуют на силы души, просветляют, утончают и очищают их. Через дух происходит сублимация. осветление осветление души. К области духа относятся молитвы, духовные созерцания, переживания, переживания встречи мистической с Богом. Некоторые неправильно понимают встречу с Богом. Встреча с Богом это не встреча с личностью Бога, а здесь встреча озарения души благодатью, когда душа иными глазами видит себя и окружающий ее мир. Особо часто это состояние бывает во время прочищения. Способность души или вернее проявления души это область науки, искусства, философии и так далее. Каким мы где были они высокими, они все равно принадлежат к небу. Как бы не были высоки горы, они не могут подняться к небу, взлететь к небу. так что в религии открывается мир духа. Благодать действует через дух и освещает всю тримирию человеческого существа. Большой скажите пожалуйста в чем можно доверять себе можно и нужно а в чем не нужно доверять или можно не доверять и как различать действия благодати от ложных прелестных неполезных ощущений. Доверять себе полностью никогда не надо потому что мы находимся в состоянии борьбы. Против нас борются демоны наши собственные страсти и грехи и дух этого мира с его привычками представлениями о добре и зле. поэтому доверять себе можно тогда когда наша душа зовет нас к молитве и к покаянию. Доверять себе можно тогда когда мы видим достоинство других и свое недостоинство. но бывает состояние когда благодать касается нам для того чтобы прочистить когда она придет в себя. она очнулась послала за мной я был в том же доме в другой комнате когда я прошел и сказал ей исповедайся скажи мне о всех грехах своей жизни я не скрывал о том что болезнь ее что она уже стоит на грани смерти она с каким-то страхом посмотрела на меня и сказала хорошо я исповедуюсь только подождите прошло несколько часов снова меня взорвут к ней я одел петрах и тут он крест и сказал исповедуйся она что-то хотела сказать и затем замолчала и сказала потом потом опять я не ложился а ждал пока пока она придет полностью в себя третий раз зовут меня я стал сам напоминать ей все человеческие грехи стал просить ее чтобы она исповедовала не держала ничто в своем сердце видна милости божьей она призналась не в одном грехе не в одном грехе а в страшном грехе когда она была молодой то она находилась в плотной связи с человеком того же селения на окраине селения был закрытый монастырь и храм которым не было и вот они прятались в этот храм и в этом храме совершали блудодеяние притом это продолжалось в течение нескольких лет это грех она не исповедовала никому она боялась исповедовала дьявол как бы зажимал ее устал она ходила в церкви была усердной прохожанкой старалась чем-нибудь помочь служить что-то сделать для церкви но этот грех она не открывала никому когда она поисповедовалась и прочистилась буквально через полчаса или час она скончалась что бы было с ней если бы родные если бы родные решили что зачем человек страдает когда болезнь неизлечима больше милости для нее если чем раньше она уйдет из этой жизни что было с ней я думаю что спасение было бы очень сомнительной может может быть и страдание является как бы огнем который выжигает у человека пятна греха из его души и эти страдания превратятся в радость может быть каждую жизнь каждый день жизни для таких страдающих больных это надежда на спасение поэтому я считаю такой гуманизм преступлением перед христианской совестью некоторые люди обращаются после страдания к Богу а другие пройдя через очень тяжелые испытания все забывают и ничему впоследствии не научаются Дветочка потому что сердце человека это тайна и вся жизнь суммируется в сердце человека страдание это только лишь прозыв но свободная воля человека может ответить на этот прозыв покаяние может остаться равнодушным а может ответить вспышкой злобы страдания располагаются человека переосмыслить свою жизнь видеть как все здесь непрочно обычно мы суетимся как рабочие мураги так как будто мы всегда будем жить в этом мире на земле в этой жизни а когда человек постигает несчастье то он видит как здесь все условно как здесь все непрочно как мгновенно можно все потерять на пороге смерти человек по-иному уже должен посмотреть на этот мир во время болезни увидеть себя что мы только организованной земной прах который рассыпется но люди не имеющие религиозного чувства похожи на зверя посаженного в клет который кидается из стороны в сторону но он забр так и эти люди они потеряли Бога и они не знают что им делать и здесь несчастье вызывает у них ослабление не веря в Бога они ругают Бога вот такой продукт так что несчастье этот прозыв но не все слышат вот дыхание ветра может раздуть пламя в костре если там еще есть горящие угли но если там углей уже нет а только пепел то ветер развеет его по сторонам два разбойника было распято вместе с Иисусом Христом один покаялся а другой продолжал страдая хулить Бога и погиб здесь страдание как удар молота разбило внешнюю как бы скорлупу человеческой души обнаружило что там для людей непонятно как последние мгновения мог покаяться разбойник и как ближайший ученик Христа один из двенадцати который своими глазами видевший и обнаружил что там для людей непонятно как последние мгновения мог покаяться разбойник и как ближайший ученик Христа один из двенадцати который своими глазами видел чудеса спасителя бог 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 предать бог поэтому только господу известно человеческое сердце а мы мы до смерти не должны никого прославлят и никого не осуждать а вот вопрос продолжение вопроса об эвтаназии Мы вот привели пример, когда действительно можно было погубить какими-то преждевременными действиями эту женщину, но сейчас в связи с развитием, так скажем, технического прогресса, этот вопрос несколько иную сторону обретает. Много людей, пожилых людей с хроническими заболеваниями на каком-то своем завершающем этапе своей жизни, который бы они завершили при отсутствии современных медицинских технологий явно гораздо раньше, сейчас множество этих людей, которые, можно сказать, искусственными методами, их жизнь продлевается. И зачастую этот процесс, он становится уже как бы, мне кажется, анти таким гуманистическим, то есть вот где граница, понимаете, то есть очень часто возникает вопрос, то есть я просто сам врач, и поэтому спрашиваю, где граница, когда заканчивается наша помощь больному человеку, и где мы просто, ну как бы, издеваемся, может быть, даже над его телом, то есть где мы переходим, ну то есть где надо по человеку дать уйти, как бы, не то, что там прекратить его жизнь какими-то средствами, а просто не дать, ну то есть не продолжать искусственно там поддерживать его кровообращение, или там, это не идет речь о молодых там пострадавших больных, идет речь о людях, ну течении заболеваний, которые закономерны, которые приводят там раковые больные, ну то есть другие тяжелые хронические заболевания, или просто пожилые люди, которые, в общем-то, завершили бы свой путь, не будучи вот принуждаемой, скажем так, медициной к тому, чтобы его продолжить, вот, какое-то там более или менее время, хотя с другой стороны, конечно, бывают эпизоды, когда эти люди, ну как-то потом это обострение, вот этого хронического заболевания проходит, и они, ну там, какой-то еще короткий период продолжают жить, ну вот как разобраться в этом, где вот, как бы не причинить, с одной стороны, действительно, вот не дать человеку, то есть помочь ему, как бы, да, дойти свой путь до конца, но, с другой стороны, не превращать это в какое-то, в общем-то, издевательство над человеком. Медицина должна помочь больному, но искусственное продление жизни, это тоже не поможет. Врач должен сделать то, что в его силах. Но здесь мы говорим не о жизни, ради жизни. Здесь мы говорим о том, что человек, страдая и медленно умирая, имеет возможность осознать свою жизнь, принять по-христианской смерти. То есть здесь обращение к Христу, последняя этапа своей жизни. Но здесь вы уже говорите о нечто искусственном. Врач не заменяет Бога. Но я думаю, что какого-то правила, какой-то границы неназможно установить. Здесь должна действовать совесть самого врача и его родных. Можно продлевать жизнь, пока есть надежда. Когда уже надежду кулочек. Когда уже человек в сущности, говорят о том, что лишь живой друг, тогда уже родные могут решить, продолжать таким путем продления жизни врач или нет. Но мы сейчас говорим о другом, о прекращении жизни. Прекрасить жизнь права никто не имеет. Искусственно продлевать жизнь – это другой вопрос, который должен решаться в каждом конкретном случае. Когда продление жизни – это не лечение. уже человек отключен от жизни. Работа в внутренних органах – это еще не жизнь человека. Но есть ли надежда, что он выйдет из этого состояния? Если надежда есть, хоть и маленькая, то и маленький шанс не взять и нет. А можно по этому вопросу еще спросить? Допустим, вот человек в несознательном состоянии находится, врачи ему поддерживают жизнь, а близкие в это время молятся Богу и надеются на чудо. Вот как в таком случае? Если родные молятся Богу и надеются, то что же? Бог может совершить и чудо. Не всегда медицинские прогнозы оправдываются. Наш Бог – Бог творящий чудеса. Если действительно надеются и молятся, то надо предоставить им возможность молиться и надеяться. Но они должны внутренне тоже почувствовать, что их молитва не принята. Есть такой предел, когда человек чувствует, что молитва его не принята. Балюшка, скажите, пожалуйста, что такое призвание к монашеству? И как возгревать в себе решимость, следовать этому призванию, если человек его в себе ощущает и встречает какие-то препятствия, чтобы осуществить это призвание? Как вот эту решимость сохранить? Я скажу, что когда у человека настоящее призвание к монашеству, то он не представляет иной жизни для себя. Когда человек осознает, что это именно его жизнь, другой альтернативный я, что в другом состоянии он будет глубоко несчастным, что в миру он не найдет себя, значит, тогда он и готов к монашеству. Но опять, это должно быть состоянием, а не настроением. Поэтому и такое чувство должно быть проверено временем. Должение, это вопрос, я хотел бы спросить. Как правильно относиться к своему духовному отцу и исполнять заводи о послушании в миров? Духовный отец – это противодитель Христа. Поэтому его надо почитать и уважать. как учителя, наставника и больше, чем родной отец. Однако образ духовного отца не должен заслонять образа Христа. Святые отцы говорят, душа – это невеста Христова, а наставник – это только друг жениха, который ведет невесту в дом жениха. Невеста не должна увлечься слишком другом жениха, а помнить, кому она предназначена. Что же касается, как относиться к духовному отцу, отца не должен заслонять образа Христа. Святые отцы говорят, душа – это невеста Христова, а наставник – это только друг жениха, который ведет невесту в дом жениха. Невеста не должна увлечься слишком другом жениха, а помнить, кому она предназначена. Что же касается, как относиться к духовному отцу, то надо помнить, что наставления духовного отца должны находиться в русле евангельских заповедей и православных традиций. Бладшим, молитва – это стержень духовной жизни. Какова разница между внутренней и внешней молитвой? Как правильно исполнять заповеди о непрестанной молитве? Какие опасности предостерегают человека, занимающегося непрестанной молитвой, но не старающегося изменить свою жизнь? Если человек молится внимательно, старается довести слова молитвы до своего сердца, вникнуть в их смысл и пережить их, то хотя бы молитва была произносима вслух, она также будет внутренней молитвой. и с другой стороны, если человек будет молиться про себя, но будет молиться рассеянно, то сами слова станут нечто внешнее по отношению к его сердцу. молитвы. Что касается о стяжании внутренней молитвы, то все святые отцы говорят о том, что молитва должна соответствовать жизни, а жизнь соответствовать молитве. если человек будет вести греховную жизнь, не каяться, а продолжать опробовать молиться в своем сердце, то будет только лишь два конца. Или же молитва заглохнет, завянет, как растение посаженное на камни. Или же это окончится нервным расстройством для человека. Молиться в то же время не изменяя жизни и не каяться, это все равно что грязными руками хватать крест от Христа. для сердечной молитвы нужно не только избегать грубых грехов, но и обилия мирской информации. Внутренняя молитва требует сосредоточенности на главном. Духовный спросить? Вот если может духовный отец ошибаться в своих каких-то рекомендациях, советах, давать что-то неверное советы. Вот как если, допустим, в Духовном что-то благословил, а дело не получается? А разве когда священник благословит, дело должно получиться? в Библии написано, что когда одиннадцать колен израильского народа хотели наказать преступное племя Вениамина, то вопрошали Господа идти на войну или нет? И был ответ идите. Они пошли и потерпели поражение. Но не возрождали на Бога. Второй раз собрал войско и опять первосвященник вопрошал посвятая святых Богом идти в походы меня и опять был голос идите. Они пошли вторично и опять колено Вениамин и победил им. Ну и что же? Они не сказали, что первосвященник ошибся, не возрождали на Бога. Они стали каяться в своих грехах и в конце концов одержали победу. Иногда то, что нам кажется неудачей, потом становится удачей. То, что например болезни, которые мучили нас, потом мы видим, что дали нам большой опыт. например, я скажу маленько так, я нехорошо ссылаться на себя, но все-таки я проведу пример. У меня было тяжелое катарх голосовых связок и врачи казали мне, что вряд ли я когда-нибудь смогу служить в церкви. И что же эта болезнь продолжалась несколько лет. И что же те люди, на которых я надеялся, отвернулись от меня. Те люди, на которых я совсем не надеялся, приходили на помощь мне. Вот в этой болезни я получил большой урок не надейся на человека. И вот если благословение духовного отца не перечит христианской нравственности, но дело не исполнилось, радуйтесь, потому что все равно вы за послушание приобрели главное смирение, подвиг, послушание, за которое впоследствии будете награждены. Самоволие иногда начинается успехом, но кончается крахом. а послушание если в начале даже трудно и вы видите, что не так идет, как вам хочется, в конце концов все случается, все оканчивается благополучно. а если вы считаете, что духовный отец ошибается в духовных вопросах, тогда не сразу доверяйте себе, а спросите у какого-нибудь опытного старца, расскажите ему эту ситуацию, он посмотрит со стороны объективно и скажет вам. Батюшка, в современном мире для христиан практически не осталось возможности для внешнего подвига. Вместам паломничества нас доставляют комфортабельные автобусы и поезда. Строгий пост из-за расстроенности здоровья возможен для немногих. Продолжительные богослужения с полным исполнением устава сохраняются лишь в некоторых монастырях и скитах. Для нас остался подвиг внутренний. В чем же он заключается? Каждый человек может держать пассивный пост. Если не удовлетворяют сокращенные богослужения, то он может дополнить их домашней молитвой. Был такой случай. Свидетель который я был один псаломщик жаловался епископу. Священник все время сокращает великое повечерие. А я так люблю великое повечерие. Епископ выслушал и сказал я тоже люблю великое повечерие. Вот я благословляю тебе когда ты придешь домой сам прочти. Дома это повечерие. И тот ушел покорчен. поэтому сокращенная служба не помешает нам спастись если мы будем слушать внимательно ее. Что касается автобусов то в приходскую церковь вечерия и тот ушел покорчен. Поэтому сокращенная служба не помешает нам спастись если мы будем слушать внимательно ее. Что касается автобусов то в приходскую церковь в большинстве случаев можно пойти пешком. только встать раньше. А хотим ли мы встать раньше чтобы пойти пешком. Не потому ли мы садимся в машину что нам из-за лености встать на час раньше. Когда вы едете к святым местам на автобусе то посмотрите кто рядом с вами. Если у кого-нибудь нет места он стоит возьмите уступите ему свое место а сами стойте это Господь примет так как будто вы шли к святому месту пешком. Окажите дело любви. Действительно главное не внешний а внутренний подвиг но внешний подвиг организует его. мы не бесплодные духи. Наша душа облечена облечена в теле поэтому Богу надо служить и духом и телом. Вот посмотрите если вы будете молиться а тело ваше будет в какой-то небрежной позе то молитва будет совсем другая. Когда вы становитесь на колени когда вы делаете земные поклоны то они разогревают вашу душу. Саимосвязь происходит между душой и телом. Положение тела тоже своеобразный язык. Развязанное состояние нашего тела это тот же знак неуважения к Богу. Некоторые говорят о том что внешнее не нужно лишь бы сосредоточиться на внутреннем. Но внутреннее гораздо труднее чем внешнее. Если человек не может отказать себя в посту от лакмола куска то кто поверит что он может совершить внутренний подвиг любви к своим врагам и самопожертвования для людей. Это уже будет самообман. и добро и зло начинается с молока. Батюшка скажите пожалуйста иногда человек приняв какое-то решение встав на какой-то путь действительно ощущает какую-то простоту легкость мирно идет по этому пути но возникает уныние печаль тоска немотивированные такие чувства как не спутать то что называется искушением с тем чувством которое дает Бог когда человек ошибся в выборе пути и не идет ни по тому пути вот эти два как бы то есть вот именно уныние печаль тоска какая-то немотивированная а от кого это приходит то есть что это противление сразу же как бы странно либо просто человек выбрал не тот путь и не в ту сторону идет вот как эти два состояния тоска это страст который поглощает человека это как бы паралич его души это не просто неправильно выбранный путь святые отцы называют тоску смерти прежде смерти тоску и отчаяния от чего бывает печаль и тоска часто из-за того что мы недостаточно глубоко исповедовали своих веках затем печаль и тоска следствия гордости когда человек высоко умнит о себе когда считает себя избранником вот это из-за этой гордости он становится он лишается благодати и становится похож на скалу если скалу орошает дождь то он не проникает в почву а скатывается по ее склону и напояет и вода напояет долиной и гордая душа мучается потому что она в сущности своей отлучила себя от Бога но бывает еще тоска и уныние как дьявольское искушение некоторые из подвижников испытывали эти состояния вот в 90-м псалпе написано от срящей и без полудинга святые отцы говорят что без полудина это как раз без печали и уныния что нужно делать человеку во время уныния это проверка терпения надо продолжать молиться надо посещать богослужение хотя бы казалось что какая-то сила выгоняет нас из храма хотя казалось бы что между нами и Богом какая-то медная стена Бог смотрит в это время на человеческое сердце здесь нужно молиться хотя бы мы и не слышали слов это это уже не будет небрежной молитвы это будет воплем человека который утушит какая-то сила вот здесь нужно стоять на месте от страсти блуда надо бежать в бегстве победа над блудом а уныния и тоске нужно не уходить с места стоять на нем не искать избавления в развлечениях беседах с другими и так далее иначе эта тоска снова придет с еще большей силой но бывает еще тоска потому что человек в начале духовного пути испытывал радость благодати а затем эта радость исчезла а трудиться ему не особенно хочется вот и он и находится в состоянии печали почему он потерял не думая о том что он потерял не потерял а он должен приобрести прежнее путем собственных путем усилий говорят что религия это во многом дело человеческой воли так что здесь печаль это проявление ленности человека дочек а как будет связано это вот с конкретным выбором пути монашества или семейной жизни что это вот правильный путь или неправильный вот эти помыслы они как-то указывают на это тоски и печали для монашеского пути а что такое монашеский путь это отречение от мира отречение от его развлечений от зрелищ от вообще того что называется мирской культуры это культуры это это выход из области души в область духа еще до монашества надо проверить себя надо пожить в миру как монах и посмотреть насколько удовлетворит эта жизнь найдет для человека себя в ней принять монашество не будучи признан в монашество это потом трагедия для человека здесь отступлений нет здесь только бегство и дезертизь здесь предатель лучше ошибиться приняв мирской образ жизни там можно перейти от него к монашеству от монашества уже нет одесса вот такой вопрос часто очень говорят что о духовном руководстве вопрос о том что можно даже по книгам спасаться не просто вот потому что оскудела сейчас русская земля духовными учителями о том что сейчас занимается благоустроением нет таких напряженных духовных искателей и что старцев мало и вроде как они не то что не настоящие но мало опытные вот как вы считаете духовный путь любого я считаю что если нет таких старцев как в древние времена и даже не в древние времена а несколько десятков лет тому назад то это не значит что нет людей более опытных чем вы если нет профессоров то учитесь у простых педагогов это то что сейчас оскудили духовные старцы совершенно верно но вывод из этого не верит а именно раз оскудили духовные старцы значит я сам буду себе старцем а когда человек начинает сам руководить собой то это куча из всех вариантов потому что человек не может увидеть своих страстей не может объективно оценить себя посмотреть на себя со стороны и опять таки в духовном пути все время он будет в поле своих привычек страстей игроков и так далее одних книг мало здесь здесь нужно живое общение если человек будет руководить сам собой то два конца если или же он впадет в грубые пласткие грехи или же если он не впадет в них то он впадет гордость и будет думать о том как хорошо он понял духовную жизнь вот нет никого старца а я сам старец пришедший из себя сам поэтому надо обязательно советоваться с кем если нет отца советуйся с братом в некоторых случаях Антоний Великий даже советовался со своим учеником святые отцы говорят не верь своему разуму началом греха в духовной жизни это вера своему мнению духовная литература необходима но необходима но она должна но это семена которые должны пасть на смиренное сердце а смиренное сердце послушливое сердце а то семена будут падать на камень вырастать и точить убит а вот такой вопрос несколько лет назад для миграции скончался знакомый которого по-видимому из-за финансовых затруднений кремировали да и ну это довольно-таки распространенное явление когда вот из-за таких скажем сотруднений значит кремируют куда уходит душа того кого кремируют и вот без христианского погребения как вот на этот вопрос вы смотрите я смотрю на вопрос куда идет душа не кремированного а того кто кремирует то кого кремирует он не виновен но однако некоторые завещают чтобы их предали сожжение якобы для того чтобы не обременить своих родных но это ложная любовь к своим родным если родные христиане то сам этот факт потом ляжет тяжестью на их совесть на всю жизнь сожжение тела это языческий обычай в христианских песнопениях говорится о том что тело взятое из земли снова отдается земле а здесь тело взятое из земли отдается огню 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 будет отданы те кто отвергнут от Бога но человек которого сожгли он не не виновен в этом некоторых мучеников сжигали но они оставались святыми мучениками но здесь беда в том что христианские традиции заменяются языческими традициями поэтому родные которые решаются на кремнирование тела своего близкого совершают грех они не отдают последний долг покойнику они как бы избавляются от него как понять какая главная твоя страсть и как с ней бороться и как бороться со страстью гнева и что делать чтобы не рассердиться и как вообще определить действия проявления гнева внутри и как избавиться от какого-то злобия главная страсть с которой нам труднее всего расстаться проверка себя с какой страстью вам больнее расстаться когда врач определяет где перелом то он ощупывает дело больного и где вскрыть нет больного там значит перелом нужно управлять кость в этом месте вот и вы определите где как бы ваша даст крикерой и говорит мне больно если я любусь или дружбы с каким-нибудь человеком какой-нибудь вещем какой-нибудь привычки и так далее святые отцы говорят что у каждого человека есть его любимая страсть она как бы предводитель других страстей по сравнивает это со змеей у змеи уязвима голова если рассечь тело то змея останется живой только лишь ее надо поразить в голову если человек будет бороться с другими страстями но за счет своей главной страсти со змеей у змеи уязвима голова если рассечь тело то змея останется живой только лишь ее надо поразить в голову если человек будет бороться с другими страстями но за счет своей главной страсти то дьявол не будет противиться ему это страсть главная страсть будет все время порождать и другие страсти для дьявола нужно оторвать сердце человека от Бога пленить его сердце поэтому с главной страстью нельзя входить ни в какое соглашение здесь нужно проявить твердость ее надо отрезать как бы хирургическим путем иначе иначе начнет гнить все тело что же касается гнева то борьба с гневом трудная и продолжительная например человек может решить освободиться от пьянства и не дотронуться до вина может бросить блудную жизнь провести покаяние и стать целомудренным а в гневе так не бывает гнев повторяется поэтому в гневе в борьбе с гневом нужно время и терпение святые отцы говорят гнев это дикая форма общежития что нужно для борьбы с гневом часто гнев бывает от того что не все наши желания исполняются это разрыв между возможным и желаемым поэтому человек должен бороться со своими желаниями чтобы не было потом гнева ни к чему особенно не привязываться чтобы не бояться потом потеря затем во время гнева он не должен вступать в никакие разговоры счеты доказывать свою правоту облегчать другим в состоянии гнева ничего путного и хорошего человек сказать не может как самонадержимой страсти и огнем этой страсти будет веять от него и сердца людей которые в спокойном состоянии могли бы принять его слово сжимаются душа собеседника не воспринимает гневное слово даже правдивое она как бы защищается от него и вот нужно начать борьбу с гневом с умением молчать перелар потерпеть помедлить с ответом в некоторых армиях в уставе некоторых армий был такой закон если офицер хочет наказать солдата то он должен отложить наказание на следующий день потому что на следующий день он может по иному посмотреть на вину этого человека так и мы должны счеты все отложить на какое то время всегда успеется спокойно сказать то что сейчас мы скажем в гневе после каждой вспышки гнева человек раскаивается в том что он сказал только когда человек научится молчать тогда потом он может бороться с гневными и быстрыми не так вот по заповеди блаженны милостивы и я к тебе помену буду но вот вопрос милостыни как не относиться иногда даешь милостиву ты спокойно рад а иногда бывает такое человек пострадаешь а иногда ты себя преодолеваешь даешь те же деньги но остается осада как бы и жалко вот их и все как себя правильно в этом в этот момент вести вот со мной был такой случай ко мне подошла женщина у нее был ужасный вид и она сказала мне помогите мне дайте мне пожалуйста денег я 10 дней в запой не могу выйти я погибаю я в общем сказала ну что же вы с собой занимаетесь путь надо с него надо сходить то есть прочитала инотацию и денег не дала ну как бы я думаю что поступило правильно но мне на душе неспокойно как это надо было поступить в этом конкретном случае если мы точно знаем что деньги употребят во зло тогда мы можем дать не деньги а или пищу или какой-нибудь предмет который нужен для человека но вообще лучше если есть возможность дать по мере наших сил Господь не спросит за то что мы дали неправильно преподобный Исаак Сирин сказал если всадник на коне протянет тебе руку за милость то не думай откуда у него конь отдай милости ну значит и он нуждается вот такой вопрос мне по работе приходится часто вступать не в споры а как бы убеждать людей просто я в архивной службе работаю там сейчас материалы на политические такие темы и на богословские тоже печатают и приходится убеждать вот часто вступаем в споры надо ли спорить вообще и до какого уровня вот такие споры можно вести потому что ситуация часто бывает неоднозначная сейчас же церковь в общем-то несмотря на все свободы стараются как-то ущемить и те формулировки которые проходят иногда они просто неприемлемы вот чисто исторически надо ли отстаивать свою точку зрения спорить можно в том случае если нужно предохранить других людей от неправильной информации а так в споре редко бывает соглашение примирение чаще всего спор превращается в дуэль поэтому мне кажется что если вы чувствуете что человек сопротивляется вашему слову то лучше оставить его в покое апостол Павел предостерегает под спором которых только лишь оскудевает любовь и люди в споре как-то представляют себя противниками друг к другу нужно отстаивать правду но отстаивать правду лучше позитивно то есть открывая перед людьми саму правду тогда люди сами понимают где правда где ложь а человеческое слово оно очень сложно очень противниками друг к другу нужно отстаивать правду но отстаивать правду лучше позитивно то есть открывая перед людьми саму правду тогда люди сами понимают где правда где ложь а человеческое слово оно очень условно очень неопределенно и на один дом всегда найдется контрдом обычно в споре побеждает не правый а более ловкий и изощренный пожалуйста а может ли человек не чувствовать действие страсти дедушка может человек не почувствовать как начинается болезнь конечно может болезнь может развиваться из-под незаметно незаметно а затем уже проявить себя когда лечить ее трудно а потом невозможно может враг прокрация тихонько может так и так часто мы бываем обмануты страстью тем мы бываем обмануты страстью тем что страсть прячется от нас преподобный Исаак преподобный Иоанн Витальевич говорит о том что лис притворяется мертвым для того чтобы птица села на его голову желая покрывать его тело и тогда лис схватывает его так и бес может утаивать от нас наши страсти и показывает их и вот мы будем думать что другие прожат а то же стали души что мы ничего плохого ничего стоим а потом демон застанет нас в расспор и наша страсть разгорится сразу как огонь поэтому лучше думать что все страсти в нас живут что мы не застрахованы ни от одной страсти только лишь одна страсть проявляется а другая страсть таится а семена всех наших уже например может пожар начаться под вами помещение в доме а человек еще не подозревает об этом а затем когда увидят пламя уже будет поздно весь дом охвачен окном и святые отцы говорят не верь себе не верь своему безстрасти осторожность это тоже вид подбега отец рфан 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 цель реакции окружающих будет ли своими верными по реакции окружающих можно ли судить по обличению окружающих нет человеческое сердце чувствует только не надо обманывать свое сердце часто мы обманываем сами себя вот дает нам всегда наше совесть потому что не едет туда а на пас а на как уговаривает сам себя что это не так написано не верь в роду своему вовек а наше тело оно и друг и враг одновременно и друг и враг души поэтому верить ему никогда не Арфаил такой вопрос насколько вот вы говорили про внутреннюю жизнь непрестанную молитву насколько это возможно для людей которые все-таки находятся в миру и оправдали иногда как бы оставление какого-то своего внутреннего делания ну ради ближнего скажем так то есть ради как человека отвлечения на общение с каким-то человеком на ну какое-то то есть какое-то делание потому что ну я думаю что не у многих простудей есть меры когда человек одновременно может что-то делать и пребывать в непрестанной молитве вот оправдали иногда скажем так вот такое отступление от своего внутреннего делания и как вот возможно вообще в современном мире вот в мирской жизни именно непрестанной молитвы трудно стяжать непрестанную молитву но мы знаем случай когда удалось людям стяжать отец Григория Поломы занимал важный пост государственного секретаря то есть это было самое злопотное из всех ответственное из всех служения при царском дворе и в то же время он занимался Иисусовой молитвой молитва текла его в его сердце иногда спрашивал о государственных делах император он как бы отключался и не слышал что говорит ему сами окружающие царитворцы возмущались этим император знал его внутреннее делание и говорил что он занимается гораздо более важным чем мы с вами но это исключение по временам может быть в миру непрестанная молитва которая десет сердце но на время но нужно стремиться к этому если человек будет стремиться то перед смертью господь даст ему духовную молитву откроется эта молитва даром труды его не пропадут а если человек молится средоточен но в этот момент требуется какая-то общение или помощь ближнему можно ли пресекать умное делание молитвы или еще умное делание поможет помощь оно поможет но добиться такого состояния нелегко вот у преподобного силуала была непрестанная молитва и когда он исполнял хлопотные монастырские пастушания молитва текла в его сердце об этом свидетельствует сам сердце само говорит может быть такое состояние что сердце само будет говорить молитву а если есть возможность то лучше пока не иссякнет молитва сосредоточиться на ней если сама молитва идет сердце то надо дорожить этим временем этой возможностью этим даром выше его нет и сосредоточиться в это время на ней отложить все дела даже молитвеного правила не приступать но это я говорю о самодвижущейся молитве высшей имени Иисуса Христа нет других имен и высшей